Чародейки! Седьмая серия. Мы сегодня, разумеется, будем продолжать погружаться в эту прекрасную сагу, на удивление, супер быстро. Прошлая серия еще не успела остыть в наших воспоминаниях, как мы дальше просто летим и продолжаем, потому что пора. Пора взяться за чародеек этими большими и маленькими руками. Благодаря человеку, который задонатил. Его зовут Бедный Папик. Мне вообще нравится его сочетание. Оно несет в себе какой-то аксюмерон. Судя по вашей обратной связи, Корнелия все-таки правильно поступила, что изменяла с Калибом. Не изменяла. Интересно, мы сегодня получим какое-то продолжение истории, потому что я очень хочу. Мне эта история с Нерисой вообще как-то не сильно близка. Ого, как радостно. Это что, цыгане? Это цирк. А, да, это цирк. Сокровище на обмен. Сокровище на обмен. Какой цирк? Это просто кочевники. Ладно, я думала. Ну, очень похоже на цирк. Я согласен. Кредкая вещь. Это чтобы... Это... Качать им мышцы. А, потому Бланк красавица. Тренировка. Она может быть как будильник. Если бы Бланк знал истинное предназначение предметов, которые он толкает, он бы стал миллиардером. А чё это было? Вот. Мне показалось, что резинка, которая качает ноги. Серьезно? Да. Приседают с которой тоже. Это же рок из первой части. А чё он делал, я забыла. Чё-то заколдовывал звуком, помнишь? А, всех подчинял своей... Всех подчинял своей воле. У него был похожий дизайн. Может быть, в своё время их наштамповали очень много и продавали по дешевке. Мон, слабо, мы единственные. Точно. В итоге он согласился на корсете? Интересно. Это же торшер, а не корсет. Да? Я подумал, что это корсет. Он несколько вещей взял. Вау. Бланк-герой! Менял рон гипноса! Ой, рок-беда в плохих руках! Тот просто просыпался, если я не ошибаюсь, когда магия сошла. Он развалился, нет? Слушай, я очень плохо помню, что было в прошлом сезоне. Там Калеб взял первый раз гитару и... А, да. Тем самым разрушил проклятие. Да. Я не помню, он разрушил... Как он? Ну, за саму этого хера срань. Хера срань. Но беда – это большая прибыль. Почему этого гадкого человека не посадили в тюрьму? А за что? По какой статье? Он предал, он служил Фобосу. Ну, он сбежал. Ну, бланк-то, бланк-то знает, вот он. Его преступления не так тяжкие. Административка. Просто условным сроком отделался. Подвластный наш, и славян, и вода, и воздух, и полы, и кофей, и бой. Мне нравится его, блин, я не могу. У меня прям радость как-то нравится. Жить и готовы в бой. Бойся, беги, злодей. У нас одна команда. Мы дружны, не дружны, не трогнет рука. Спережет наш мир. Отла, отверг, завеса, везда. Темно-дверника. Нас, 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 нас. Когда нам покажут, что хотят владею? Я думаю, на седьмой серии. Да, будет большой замес, где всех опять соберут. Не рис, а такая. Вы лузеры. Объединяемся. Как вам не стыдно? Чародейки. Г значит грязь. О, это что, Седрик? А, так это воспоминания. Вот, Седрик применял рот гипноза. Я скачаю по Седрику. Да, что с Седриком? Он же не погиб. Да. Где-то сейчас, возможно, в Канаде, новую жизнь. Ну, правда, вот как вам, мне интересно, Седрик был прикольный. Каждый раз, когда... Он мог превратиться в человека и начать новую жизнь. Ну, мне кажется, он так и сделал. Завести семью. Нам же не показали, что он в тюрьме. Его утащил с собой Фобос. Вот это я помню. Куда? Его засосало воронку. И вот я... Так Фобоса вроде в тюрьму посадили. И, соответственно, должны были и... В первой серии нам показали, что Меринда ушла, а Фобоса с собой не взяла. Освободили её, а Фобоса нет. Хочешь сказать, что Седрик всё ещё сидит в заточении? Нет, я к тому, что нам Седрика не показали, только Фобоса. Значит, Седрик на свободе. Вы их зомби! Ирма знает, что с тобой делать! Серьёзно, это нож Уилла? Да, да, очень похоже. Так же разрезает практически. Угодила в заложницы. Нет, просто оставлена дома. Именно в заложнице, с трудотерапией. Девушка, не я приволок в гараж этот мусор. И не мне его убирать. Я буду снисходителем, буду снисходителем. Но я буду снисходителем. Уберёшь весь мусор, отмоешь гараж до чисто и можешь идти гулять. Офигеть, она может манипулировать родителями. Что, собственно, почти делает каждый ребёнок, но у неё это получается с дополнительной... Да, но это... Это же вообще суперсила. Но всё равно ей как-то не получилось. Но она неправильно делает. Она неправильно манипулирует. Надо было сказать... Не затени ниточки. Я всё уберу вместо тебя. Ну и тогда вон, убрал всё. А она нет. Блин, такая сила. Вот если вдуматься. Надо чётче формулировать. Привет! О, ты? Бланк новость. В мешке сюрприз большой. Ведь я разрешила сложить тут пару мелочей. Это бланк натащилка этого говна. А я думал, что Ермана коллекционирует или что-то изобретает? Почему столько много мусора? Это бланк. Теперь посмотри. Это Эверест хлама. Тут не хлам, коллекция. Товарец с лучших по моему городу. Тогда помоги вернуть всё на законное место. Ну? Живо! А то отмоют тебя вместе с гаражом. Угу. Блин, бедный цирк. Они не чем-то славян напоминают, нет? Ну? Ну, да, что-то есть. Да, да, да. Какие-то этнические моменты в одежде. Вот эти купола. Это же купола, да? Это купола? Ну, что-то отдалённо похоже. Славянское сердце начинает ныть, вспоминать что-то, да? Все знамения предвещали, что он здесь. Что? Что вам угодно? Отдай рок гипноза. Где-то должен быть портал, где-то близко. Блин, трэш, он украл. Кто обещал помочь с устроением... Что он ищет? Портал? Да. У него же нет такой штуки, как у... Порталы больше не открываются. Порталы больше не открываются. Может, он просто не в курсе, поэтому ищет. Типа, где-то должен быть портал. И он застрял. Угу. В юбилее миссис Рудольф. Я не виновата. Это бланк. Наше ходячее несчастье. Он хоть помогает с уборкой. Да, после него в пору вводить карантин. Простите, но Ирма сейчас слегка занята. Я конфискую его, пока мой гараж не засияет. Фух, Ирма сказала, что бланк у неё. А бланк всё ещё ходит спокойно по городу и не привлекает никого. Да. Да, то есть просто такой страшненький мальчик. Да. И это супертолерантный город, который вот такой родился он. Что теперь сделать? Плохой человеку над этого. Нет. Да, я и здесь чувствую очень знакомый запах. Фух, а запашок оттуда. Ох, похуже, чем обычно. Как бутерброд со скунсом в рыбьем жире с лембургским сыром. Кто хочет поесть? Джик! Как он сюда попал? Ведь порталов больше нет. Нет порталов? Джику и не надо. Джик талантливый. Джик ходит, где хочет. Сейчас на Мериан идёт за этим. Это Ру Гипноса. Зачем он показал? Потому что тупой. Похвастается просто. Они на самом деле, да. Вы знаете, что они чародейки? Их требовать логичного поведения, наверное, не стоит. Да, да. Сам Бланк пришёл с Рогом, зная, что он полезный, что это какая-то страшная штука. Не сказал об этом сразу. Не сказал об этом сразу. Начал прибираться. Ну, то есть, ребёнок, он забывает о том, что... Да, да. И мне кажется, здесь они все как большие дети. Да, да. Даже когда ты постарел, тебе уже 200 лет. Как называется этот вид? Ну, бланки. Не забыла. Мы едины! Фу, должен быть близко. Ого. Запашок исчез. И джик тоже. Думаешь, он вернулся на Меридиан? Если так, мы должны его найти и отобрать Рог. Пока все люди не стали зомби. Красиво как. Избегай с Жаирмой. Бегу. И за бланком. Мы вас догоним. Удачи. Умный нюхач. Стражницы клюнули на его приманку. Но ведь они же знают, что он никак не может попасть. Он не знает, он же знает, что у него нет возможности пересекать. Чем он на Меридиан? Он ведь по-любому здесь. Ну, может, они такие, вдруг у него есть способ перемещаться. А мы не знаем у него. Только один способ. У него есть Рог. Значит, есть еще что-то. Какая-то бездюшечка. Жаль отдавать добыча. Мы ее не отдаем, бланк. Мы выкидываем. Это мусор. Зато теперь чистота. Офигенно. Просто все прополоскало. Смотришь, как удобно мыть посуду. Да. И ручки не можно. Остаются бархатными, потому что ты не соприкасаешься с этими агрессивными жидкостями. Ты зевнула и восторгнулась, да, одновременно? Как удобно. Не гараж, а операционная. Ирма! А, привет, Мэтт. Стражницы рванули на Меридиан. Джик нашел Рог Гипноса. Большой вздор. Рог у Бланка. Было Бланка. Бланк и Джик торговаться. Бланк победить. Отдать лучший товар. А раньше о Роге ты сказать не мог? Джик проследил за тобой. И он, Бланк, что-что упустил Рог? Не упустить. Гад ты Джик стырил. Это сейчас не важно. Главное, Рог у Джика. И Бланк помогать вернуть. А все стражницы могут открывать или только Уилл? Я что-то вот упустил этот момент. Нет, Уилл. Только Уилл. Ну, или это херотень у Бланка. Чистенько и довольно быстро. Дочка заслужила... Да ладно, чуть-чуть совсем. Все это остальное чистенько. Ну, оставила три крошечки. Домашний арест, блин. Бланк, ты высадил нас на ветку. Ветрено. И меткость не очень. Но, Бланк, всех спустили. Не, стой! он не напоминает девушек которые работают в пекарне и собирают волосы в специальную сеточку баскетбольный мяч не похож на оранжевая сеточка как легко мне уговорить или это такой канди-бомбер типа вам и известно имя ибрагим я прошла авганскую войну и желаю каждому мужчине пройти фу этот след учуете слон без хобота ну и вонь вкусно мерзость какую-то жрет понятно почему они воняют самое мерзкое что я видел я почему-то даже знаю как из чего это стоит как он на вкус он знаете когда запах когда вы посуду вымоете и это жижа остается в рахками руками лезть вот и вот это вот прям бульон вот прям который на донышке и то есть как потерял все искали джика все уже не ищут джик потерялся и рок тоже джек не девять рок джик продать его кому продать ты я не помню у джика много сделок и джик не спрашивает имен джик сейчас вспомнил продал рыцарем мстителем прикольно они его не убили и не обокрали они реально закрыли сделку отдав часть какого-то ценного материала шлема честные мстители честный мститель но они же неплохие в рамках своей морали они хотят омстить и все они они которые были разрушили 309 до этого ладно какая-то плавающая у них мораль согласен хочешь чтобы отпустили вспомнишь да вы вдвоем целая симфония вони ты виноват во всем ребята мусор не главная забота неважно хуже что рок сейчас они не зомбаки это да или зомбаки я просто помню что с такими же глазами были оборотни какие-то горгулей да мне кажется уже думали в руках игрок и они теперь такие же и теперь им дали урок чтобы они тоже 3 ты отрицаешь все подряд вы забрали рог так объясните они прикалываются или с ними правда что-то не то очень похоже на зомби бежим слышать рок что же не заколдовать как мэтт и джек рок надо направить на тебя забыл классно что нет объяснили вопрос получается не только в то что ты услышал от то что должен был еще направлен на тебя быть рок это волна должна быть как-то на тебя направлен я помню об этом долго спорили в первой ферме сезоне когда видимо они этот вопрос просто подняли во втором это просто рефлекс ясно на танцы мы не пойдем потише бланк пришли рыцарь я приказал взять где она ирма близко хозяин с ней бланк так пусть этот их вынюхать вперед мы подождем стане кочевников но не долго не бойся бланк знать лес теперь бланк спасать ирма давай но танцы отпадают есть идея внушать им чтобы служатся я пыталась новых крутых мобильниках сели батарейки бланк вернуть вас на землю там не страшно чем это поможет друзьям учти вилл пойдет за нами и погрузит в транс интересно сколько здесь дают за избиение проводника она нему она не может превратиться давить может а не может вы уже не дает превратить да 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 я не понимаю чё дальше идти по темному лесу почему бы не открыть портал справиться не отправиться за человеком который в прошлый раз этот рок победил за калибом да и гитарой нам нужен колеба гитара что ты делаешь да или нет что теперь сидеть в тяноте и дышать через раз какая крутая хата но если там не воняло как описывает ирма я даже бы пожил бы там какое-то время уютно уютно у него там диско шар диско шар на место куда можно спрятаться было ли у вас врачу я спрашиваю у каждого кто был ребенком делал себе домики из разных штук реально ребенок он просто на матрасах все это собрал сделал на место шею светяшки потом приходил большой взрослый взрослый и говорил разбирай это нелегальная постройка и ты сидишь когда все это разбираешь плачешь мне но мне разрешали по три дня стояли мои из творения мой гараж так еще развил свою помойку смердит почти как ты друг и поэтому джиг без труда вынюхает нас хоть иногда моешься это песня прошу прощения запомнить музыка снятия чар важные ноты и все очнутся сразу ты прав так что там за ноты и не помню они определенная музыка нужно прикопались в первом сезоне что он сыграл не на арфе а на бас-гитаре когда прикол именно в мелодии неважно ты играешь когда тебя воняет что те слезятся глаза и ты чуть не блеванешь какая-то агрессивная ее так слушай ее с самого утра припахали работать в гараже которую она не захламляла бланк не сказал ей что он принес урок и весь этот трип начался потому что перебор на накипело и это неправильно кричать так на детей разумеется не очень чувствительны все чувствительны бы ничего я говорю как будто взрослый таки да давай оскорбляй меня мне так нравится назови меня мразью но всем не нравится разумеется но про бланку прямо максимально уязвима как собачка лет привел да они там не сдвинуть и защищать Классно обыграли с Санта-Клаус, а он что, уже отошёл? Кто? Забыл уже? Не было момента, где, извини, он прям навеселее сейчас летит. Ну, просто сейчас такая экстремальная ситуация, надо жизни спасать, понимаешь? Опасно. На помощь, бланк не плавать! Бланк! Огливо! На бланк не любить, мокнуть! У меня вопрос, как они смогли попасться в Рок все, вчетвером? Легко! Они не знали, что Рок у злодеев, они думали, что Рок у этого Гиббинса или как его зовут? Они пришли, чтобы забрать Рок, а там уже эти Мстители, они такие… Они же летают! Ну вот они, блин, в одном месте все были! Нам это, наверное, специально не показали, потому что это как-то прям пристраннейшее обстоятельство. Не, спокойно можно сделать. Из-за куста? Да. Да. На них направили? Правду дел. И красивый кадр. Нет, это колыбельная! Так и знал, бланк слышать! Нам нужен план Б! Противный бланк повсюду! «Бланк!» Бланк знал. Пригодится… Что? Он хочет украсть, наверное, Рок! Бланк! Они близко! Рви скорее когти! Женька Шывный Федор Аааа Получилось? Нет! Жесть! Это прикольно! А кто теперь их спасет? Калиб. Калиб. Опять с гитарой. Но он не знает об их проблеме. Да. Даже некому рассказать. А как он знает? Черт. Ладно. Интересно. Интересно. В прошлый раз, когда использовали эту штуку, кажется, Ирма, не помню кто, а, или Хайлин, или Ирма, да, были не под властью? Мне кажется, Ирма. Я забыл. Его на фоне кормят цыгане. Смотри. Да, да, да. У нас не подкакированы Рогом. Наделите ее полной силой. Егоra притворяется. Мы едины! О-о-о-о. О-о-о-о. О-о-о. О-о-о-о. 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 О-о-о. Зрачки синие. Он заткнул от себе уши? Да, я не знаю. Нет, там же не такого. Интересно. Ты королеви Эллион! Ну, сейчас мы посмотрим на зрачки. Смотри, они просто расширили зрачки. да 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 как сузили да то есть сузили почему я их не поделюсь я думаю не заткнули себе уши а как ты еще это обойдешь бланк ты готов можешь уже вынуть из ушей отличный был план б мы так и не услышали рок не знает границы нет ладно суп это не самое мерзкое ах вряд ли у тебя много подружек ничего зато ты здорово притворился слабоумным не притворяться так включи соображалку вспоминай ноты это бровечку надо добыть рок Нам поможет сила стражницы Но не чужая сила Корнелия стать Корнелией и скажет Бланку спасибо Мэтт, брось! Не хочу тебя пинать Бланк не против Эй, ты двоих! Плохо дела! Но вспомни, они как зомби, их мозг сейчас в трансе, значит мы умнее их Эрме легко говорить, у нее мощь есть, у Бланка ничего нет Неправда, у тебя есть хлам, очень-очень полезный хлам Ирма может не мокнуть Да, ты видела, она как туннель такой из воды Да, ирма может ходить по дну Просто и собирать ракушки Я пытаюсь найти какое-то мирное применение их силам и ходить по дну Я всегда в детстве замечал, типа вот эту чушь под нутку Классно Ну тут своя физика А вот что она делает Бланк так велик! Ууууу, как я паник! Она как тот водяной чел Я не помню, как его зовут Что-то там хранитель какого-то озера Помнишь, когда все озеро было этим монстром? Да, да, да Только теперь она становится центром Ах, е-е, это очень круто Более того, она сейчас под водяным этим куполом Хотя через воду тоже звук проходит Но все равно это как... Преграда Да, да, да Все равно преграда На тебя не идет это Ну, по крайней мере, от атак Тарни и... И все И все И все, да, достаточно Ого, охренеть! Это очень крутая магия! Ну, это прям выглядит очень величественно Не знаю, как сказать Очень мощно Большая водяная красивая девушка Девушка, наимба! Она не думала Это реально круто! Ну, а что могут противопоставить девочки такому, да? Я думаю, может быть, они тоже могут создать своих гигантов Я думаю, это может, наверное, сделать... Корнелия Корнелия из растений, что-то похожее Да, да И все Ну, хайли из воздуха Ну, ладно, может быть, не обязательно из растений, а прямо из земли Создать какого-нибудь голема Зеленого моста Голема, которым она могла бы управлять Да И все Да Ай, блин, вода! Забыли про квинтэссенцию Да, про Уэйл Это же электричество, да? Да, конечно В основном это электричество Ну, подожди, а почему она на нее подействовала? У нее была воздушная прослойка между Ирмой и вот этим водяным... Не, ну это вода или это электричество? Но она не соприкасалась с водой Да как нет? Нет? Да, она водяная рука, она водой схватила ее Да, но ударила-то током, получается, Ирму, а Ирма с водой сприкасалась между ними Да, они одно целое Ладно, ладно, я не спорю Просто, просто она была в воздушном кармане, и я подумал, что это могло ее как-то спасти Угу! Рок разбился, а чары рухнули! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ого, кранг-шранг-хранг! Мне они так больше нравятся, они такие жесткие Да, да, корнелия вообще так нравится Я думаю, они намного быстрее расправились бы со всеми угрозами меридиана, если бы ходили в таком состоянии Транг-бранг-транг! Вот оно! Ноты, ноты! Транг-бранг-шранг-транг-бранг-транг! Транг-бранг-транг! Ирма, ну что так долго? У Джика был рог Так, минуточку Чары пали, рога нету! Да, а если появится, на нем уже не поиграешь Я приятно удивлен, что они сломали магию неочевидным для нас способом Почему? Спели песню Так он же не спел Да, спел Рог просто был сломан камнем Весь прикол в том, что они швыряли с него булыжниками и пришибли этот рог Нет, ведь они не сразу стали зомбаками, он вспомнил мелодию, нет? Она сказала, что это из азбуки, и она каждый раз говорила, что он не ту песню Средний вот это бланк, шланг, бланк, вот это вот Серьезно? Это была та самая мелодия? Да, я подумала, что это она Так, подождите, объясните, ну, наверное, вы поняли, о чем идет речь От чего заклятие прошло? От того, что рог сломали, или от того, что бланк вспомнил песню? И сколько еще таких рогов интересных? Мелодия точнее Рейтер кричала, что это про заклятие, а потом исчез с другими рыцарями Не торопись, Джик! Это ты заварил кашу Но пускай наказание, тебе выберут соплеменники С нами, кстати, очень честный, хитроумный и бесценный проводник Деряху помыть Джик, вонючка! Нет, Джик не любит в окну! А, их род называется проводники Это вид такой, проводники Ну, она сказала, пусть тебя судит кто-то из твоего рода Среди нас есть, кстати, один классный проводник Ну, проводник, это, может, титул или просто профессия? Нет, это прям как род Род проводников Да, да, вполне, мне кажется, да Обычно все заканчивается на отца, там, горинянцы, колганьянцы, проводниканцы, доминиканцы О, автор сценария Кевинков Ну, подожди, давай подумаем, прям совсем ничего Да, слушай, старый прикол, о котором мы уже знаем, просто по-новому Ну, то есть, сюжет не продвинулся особо Да Ну, все, все, у нас, да, у нас опять заново нашли этот рок Каких-то развития отношений не было Ну, то есть, только просто Единственное, самое, наверное Про бланка? Да, дело не в бланке Да, мы узнали, что он проводник Нет, про то, что у Ирма появилась вот такая реализация своей силы Да, блин, это можно, в любой серии у них появляется какая-то новая реализация силы Да, я понимаю, что как будто делать серию вокруг этого Я не против этого, но это реально максимально филерная серия То есть, даже не было ничего нового Это старый прикол, о котором мы уже все знаем, мы просто по-новому обыграли Да, просто чтобы При этом никак не раскрылись ни Мстители, ни Нериса, ни вообще ничего Да, просто если бы вы, ну, вы можете сказать, многие филерные серии раскрывают взаимоотношения Я с вами соглашусь Здесь также взаимоотношения Очень часто Ну, только между Ирмой и Бланком Ну, вот смотри, вот, допустим, предыдущая серия Она тоже сюжет вообще никак не двинула Почему? Ну, а что было в этой серии? Что такого сюжетного было в этой серии? Но она была классной, потому что Там были отношения Да, вот именно Ну, то есть, если мы развитие этих отношений встроим в сюжет, тогда да, вообще ноль вопросов Нет, почему? Там появилась Оракул, что-то сказала Там Мстители что-то пытались сделать, я не помню, что Ну, в общем, он двигался в любом случае Что-то как-то все равно было очень неочевидно Согласна, не говорю, что вот прошлая серия была прям, о, сюжетная-сюжетная Она классная была, мне понравилась Но она была бы прикольная, да В это действительно прям... Ну, как чего-то мне не хотелось Просто я понял, что, наверное, получше буду относиться к филерам, потому что они все-таки отличаются друг от друга Если они реально не несут никакого развития персонажей, вообще плевать, на самом деле, филер или не филер, если он веселый Я помню в «Чародейках» была то ли десятая серия с картиной, от которой мне просто разорвало Офигенная серия Обалденная серия, она мне очень нравится Я вообще не против филеров, но конкретно этот мне не понравился, мне было скучно Да, какой-то замес на пустом месте Даже ни идеи нет никакой, просто эксплуатация старого рода Мне еще расстроено, что это реально старая фишка Фишка, в которой уже как будто все, даже ничего нового не появилось Причем, знаешь, это еще вдвойне странно, потому что рок получается в каком-то двойном экземпляре, в тройном Нет, это тот же самый рок, мне кажется Да как, он разрушился, я точно помню Я вообще не помню Слушай, ну вот сейчас он разрушился Да Он исчез Я могу ошибаться, это было полгода назад, когда мы смотрели эту серию По-моему, он рассыпался, если я не ошибаюсь Ладно, это опять же, в момент восприятия этой серии дискуссионный вопрос И если вы скажете, что здесь такого было потрясающее С удовольствием обратим на это внимание Я что-то пока действительно ничего не замечаю Может быть, вполне себе Мы были очень невнимательны Напишите, что думаете, это будет интересно почитать Обязательно ставьте лайки И большое спасибо папику Потому что благодаря ему Бебену, бедному папику Не вряд ли я себе так сумеру Но в любом случае Да, благодаря ему серия вышла так быстро Буквально на следующий день Прикиньте Все, ребятки, спасибо, что посидели с нами Это было просто потрясающе Мне все понравилось Кроме этой серии Я думаю, что следующие будут Ну, поприкольней Пока Пока